давно я вам обещала обзорчик на это орхидей q и вот сегодня случилось такое несчастье как я ее случайно уронила такое тоже случается поэтому сейчас я все это соберу быстренько и мы с вами уже ближе более подробно и и рассмотрим как она чувствует после обработки маловито посажена у меня в мох и будем ее сажать заново потому что сами видите что с ней сейчас ну вот все я собрала первым делом мы промоем горшочек сделаем у чистым и свежим и займемся очисткой орхидей ки тут есть что по обрезать и давайте будем приступать да как обычно все эти действия шумные это орхидей q я купила потом сразу же уехала пересадила ее и обрабатывала препаратом мало вид кто помнит вот сейчас покажу вот у меня стоит мало вид почему я ним обработала да просто у меня не было перекиси и эксперимент оказался в общем-то удачным очень довольна таки она себя хорошо чувствует она выпустила новый листочек вот блестящий сверкающий радует глаз все горшок мы промыли и теперь сюда высыпаем керамзит который все это дело собрала теперь я вытащу саму орхидей q выкину вот сюда этот мох уберу потому что мы займемся корневой системы а здесь вот я сейчас покажу возможно вам ближе что есть сухари есть какие корешочки подгнили испортились мог я это полностью сейчас заменю на более свежий вот этот мог вот в нем где-то по оставались видите корешочки сгнившие это был кукушкин лен вместе с фан и тут и свагнум и кукушкин лен да вот чуть ли не выкинула свою любимую подложку и над сполоснуть и еще тут есть немножко что вытащить это у нас керамзит и кусочки коры которые лежали сверху прикрывали мог чтобы он не так быстро высыхал как вы знаете что я убираю кору не люблю ее но все же для того чтобы прикрыть сверху использую иногда если это хорошие крупные кусочки коры если это кора не очень хорошего качества то я ее выбрасываю даже не использую все емкости наши все подготовлены и убираем их в сторонку сюда вот это мы все тоже промываем нас должно быть все готово стараюсь сделать очень быстро потому что времени у меня очень мало и все-таки хочется вам показать и поделиться результатом так что мне надо мне наверное надо снять держатель и убрать его чтобы он мне не мешал потом мы его обратно поставим первым делом что я сделала это на держать после того кисть на держатель вот этот кусок который высох я его обрежу на цветоносе здесь она что-то мне не нравится я даже наверное обрежу вот таким вот образом и здесь я обработаю корицей в дальнейшем возьмем так чтобы легче было работать с корнями понимать что обрезать что нет хотя на ощупь то в принципе в общем то чувствую но вам то навряд ли что-то может оказаться особо хорошо видным поэтому я первым делом их отпрыскиваю чтобы они приобрели зеленый оттенок и приступим к обрезке корней смотрите вот здесь то что сухое вот такое принципе здесь смотрите тяж хороший поэтому можно вот это все снять а тяж мы оставим дальше вот этот корень мы его оставим он в нормальном состоянии кого за исключением вот этой части но я думаю что это не страшно здесь не так будет все печально как я раньше думала вот эту часть я снимаю айс не аккуратно обрезала обрезала весь корешок поэтому срезаю дальше вот этот вот так вот стягиваю оставляю тяж здесь у нее много таких кстати работаю очень опасно видите снимая все оставляю тяжи кто-то скажет что это не работает не знаю мой опыт показывает что работает не работает но мне кажется орхидеи легче восстанавливаться когда присутствуют эти же потому что тяж это и есть сам корень а вот это все филомен который удерживает влагу который помогает орхидеи питаться поэтому вот этой все снимаете же на ненормальном состоянии и их оставляю корневая не в очень печальном состоянии в общем то все довольно таки неплохо я думала что будет намного хуже вот здесь у меня видите нет стянула вот если возможно это сделать то я не вижу смысла это все обрезать потому что все таки эта помощь это корень снимаю оставляю тиши вот таким вот образом при этом вот этот вот остается корешок да и она продолжает питаться потому что если я сейчас вот здесь его обрежу будет полная потеря корня и она будет очень проблематично восстанавливаться сейчас я попробую снять вот эту чешуйку здесь была потеря листа за это время так вот здесь тоже надо снять насколько вам интересно хорошо видно теперь вопрос что вот это образовалась это либо корень образовался это либо корень либо цветонос что-то тут но будет ли это развиваться дальше непонятно пока то есть образование имеется вот здесь вот тоже ниже есть все что с легкостью снимается я все снимаю и все остальное оставляю для дальнейшего развития вообще в природе же я этого никто не делает им вот и все больше я ничего снимать зачищать здесь не буду все остальное меня устраивает беру я корицу и и первое что я делаю это я макаю цветонос обрабатываю цветонос затем так как у меня вот здесь у попки кусочек отвалился то я естественно его тоже вот так вот обработаю обработаю корицей саму попочку то есть вот цветонос у нас обработан корицей попочку я тоже обработал корицей те же вы видите они в нормальном состоянии ненормального цвета зачем их обрезать а это корни они будут также проводить питательные вещества к орхидее все начинается наша основная посадка вот мог я его начинаю укладывать он влажный положу на дно это будет многовато я думаю поменьше так теперь я буду ставить она у меня очень такие знаете наклоняется в бок сильно поэтому я ее буду стараться выровнять смотрите корневой корневая в общем-то хорошая много и и немало вот сейчас я вот так вот сделаю чтобы вам показать видите сколько между шеей вот здесь пустоты сейчас я эту пустоту вначале буду заполнять мухом а потом под попу мы будем ложить мой любимый пенопластик потому что иначе сильно плотно мог я туда напихивать не буду все те же убираю горшок чтобы сверху они не торчали они уходят у нас вовнутрь единственное что я не буду заталкивать туда вовнутрь это воздушные корни а он у меня здесь один всего-навсего все то есть вот так вот аккуратненько я пальчиком туда проталкиваю вовнутрь в эту в эти пустоты мог это все же должно быть не плотно она потом закрепиться самостоятельно и будет у нее все все очень хорошо вот видите сильно я туда не заталкивала ничего много переберу подкладываю под попку свой любимый пенопласт то есть делаю защиту от влаги вот таким вот образом и наверное надо под нее будет немножко побольше подтолкнуть потому что иначе сама моя защита проваливается и не держится вот некие сложности с ней небольшие ничего мы сейчас ее выровняем все и обкладываем по краям не придавливаем мы возле шеи возле шеи должно быть сухо не надо там устраивать мокроту а сфагнум это мокрый у нас мог ему нужна влага так же как и кореш очкам орхидейки но шею мы не будем затрагивать нам это не нужно потому что в природе когда она крепится она крепится к дереву своими корешками и впитывает влагу извне ну ни в коем случае у нее не остается закрытая шея то есть она же у нас вообще не растет по сути в грунте поэтому исходя из этого мы ее и сажаем мог я не промываю как набрала так я и сажаю в него сейчас она у меня опять завалится поэтому завалится за счет вот этого цветоноса и чтоб этого у нас не произошло мы так мешает мне немножко придется сюда выдвинуть мы поставим вот сюда цветонос и будем его крепить чтобы она у нас держалась стояла себе хорошонечко нет у нее сегодня честное слово ребят честное слово видите она сама хотела вам чтобы вы посмотрели как все случилось и прыгает и прыгает целый день сегодня у меня посадка завершена вот я вам показываю что здесь вот у меня пустота вот таким вот образом здесь все у меня пусто и что я еще хочу сделать так как у меня все-таки моя подложка очень низко вот здесь хочется мне ее приподнять повыше я сделаю вот таким вот образом наверное сверху как я вам и говорила положу кусочки коры чтобы мог не так быстро пересыхал вот эта вся кора которую я положу больше я никакой коры положить не буду вот все вот такая посадка целые листочки упала она очень удачно все у нее живенько целенько листики блестят все с ней хорошо на дно на дно горшка наливаю я немного фильтрованной воды вот совсем немного много-много не буду потому что мог у меня влажный и опуская и нашу орхидейку сверху я ее опрыскаю уберу все попавшие сам х крошечки так сказать мусор и поставлю ее на свое место то что у меня вот здесь вот собралась вода я обычно либо сдуваю либо оставляю я не вымачиваю ничего в шее единственное что вот могу поковыряться пособирать вот эти вот остатки мха которые туда попадают но все на этом посадка ее закончена вы посмотрели как она себя чувствует как мы зачистили корешочки и отправляем ее дальше расти и здравствовать нас радовать не забывайте подписаться мне будет очень приятно послушать что вы думаете как вы сажаете какие то у вас есть методы секреты по уходу за орхидеями что вы используете в своем уходе и обязательно буду рада послушать это все почитать в комментариях жду ваши комментарии и не забывайте подписываться мне это очень важно и приятно я все читаю на все комментарии отвечаю также если вы имеете свой канал буду рада заглянуть и к вам в гости всем пока пока